Приветствую, дорогие радиослушатели, в эфире Радио Аристократы и Радио МБА. С вами ее ведущий Глеб Буряк и сегодня у нас в гостях Антон Токарев. Антон Токарев, директор по стратегии и трансформации Укрпошта, ранее работал над трансформационными и стратегическими проектами в Державном Космичном Агентстве Украины, занимался бизнес-девелопментом в компании «Эксперт Петролиум», возглавлял департамент стратегии компании «Нафтогаз», «Розвитка» и «Доводобывание», работал в компании «Бостон Консалтинг». Антон Токарев. Как для молодого человека у тебя уже очень насыщенная карьера, и если ты вел трудовую книжку, скорее всего, она уже у тебя вся исписана и закончилась. Ну, еще пока что не закончилась. Еще есть куда расти. Антон, мой первый вопрос, у меня их к тебе будет много, но мой первый вопрос. Вот как после такой рациональной, комфортной карьеры в крупных международных компаниях, которые прям славятся своей структурностью, понятностью, четкостью, как KPMG и «Бостон Консалтинг Групп», каковы твои впечатления от работы в государственном секторе? Можно вопросом на вопрос ответить и сказать, как ты думаешь? Я думаю, ты был шокирован, но тебе понравилось, раз ты до сих пор там остался. Ну, в целом, если двух слов, то да. Конечно, сильно отличается, ну, прям ни для кого не секрет, что сильно очень отличается от культуры, причем, что в Украине, в принципе, не так же много международных компаний. Ну, то есть, конечно, они есть, но, наверное, там в процентном соотношении с другими странами их прям не сильно большое количество, поэтому украинские даже частные компании, они, наверное, в какой-то степени шокировали бы по сравнению с BCG или KPMG. Но госсектор – это, конечно, отдельный зверь, и, конечно же, культура и люди – это вот основные отличия, которые там есть. То есть, мы, наверное, там чуть попозже, ты мне задашь вопрос, чем они отличаются, так сказать, технически и бизнесово, но вот если говорить о первом впечатлении, то это масштаб, конечно же, потому что, ну, все госкомпании, они когда-то были монопольными, и сейчас некоторые сохранили эту позицию, некоторые уступили первое место, но все равно сохраняют там большие масштабы по активам, прибыли, количеству людей и так далее. И второе – это люди, это как бы стиль работы, не хочу никого обидеть на средний возраст, но и подход к работе. То есть, принцип у многих, к сожалению, сохранялся, потому что я уже верю, что все-таки госкомпании начали проходить реформы и меняться еще с 2014 года, но до 2014-го там однозначно прям в подавляющем большинстве сохранялся у людей принцип работы не на результат, а на время. И это, конечно же, тоже… А что ты имеешь в виду на время, на выслугу лет? И это, кстати, тоже на выслугу лет. Прямо я могу даже сказать, что в некоторых госкомпаниях, может, во всех, не знаю, но я знаю, что в некоторых точно, есть надбавка за стаж, или была, по крайней мере, до недавнего времени. И, ну, если посмотреть, там, терновый людей в госкомпаниях, он достаточно низкий, да, там, как бы, в принципе, поработать 15-20 лет – это прям нормально, что, наверное, весьма нетипично для современного мира в целом, и частных компаний. То есть это первое, действительно, там, некая выслуга лет. И второе – это просто работа, там, с 8 до 5, или, там, с 9 до 6 и так далее. Там, с четким обедом, с четким коротким днем по пятницам и так далее. Какие перед тобой были изначальные задачи, когда ты пришел в «Укругазвое добывание»? – Я пришел туда в 15-м году, когда команда только новая заходила в «УГВ». И, ну, основная, первая задача, основная, конечно же, это была стратегия, сделать стратегию компании, ее не было, вернее, ну, это особенность всех госкомпаний, которые еще не проходили реформу, что, как бы, стратегии у них не было. То есть это была первая задача. Ну, помимо этого, было, на самом деле, очень много других задач. Это был такой, ну, весьма хаотичное время, хаотичный процесс, когда вот новая команда зашла. Это была одна из первых компаний, которая начала проходить трансформацию из государственного сектора. Поэтому, то есть надо было прям все менять и все сразу. И задачи там были, не знаю, от, если говорить функционально, от GR и PR, заканчивая стратегией операционной эффективности, инвестициями, ну, то есть всем. Это вот первые, наверное, шеи. – Ну, вот слушай, если ты говоришь про какую-то бизнес-структуру, то ее стратегия упирается в бизнес-задачи компании. То есть наша стратегия, там, выполнить наши финансовые цели. И выполнять мы их будем выпуском такого-то, такого-то продукта. Но когда ты говоришь о какой-то государственной компании, как угрозводобывание или космическое агентство, ты ведь далеко не так свободен в определении компании. У тебя есть кабинет министров, у тебя есть Верховная Рада, которая тоже там должна проголосовать ряд каких-то законов. Как ты согласовываешь какую-то рыночную стратегию для вот этой компании с ограничениями, которые накладывают государственное регулирование? – Вітаю. Я Глеб Буряк, экономист и ведучий радио-МБА на Радио Аристократы. Я находлюсь в ресторане Одесса на Великой Васильківське 114, прямо напротив Палаца Украины. И мы с рестораном Одесса решили разиграть сертификаты на визит сюда. За 2020 рік ми зняли достатньо цікавих информативних эпизодів нашої передачі. И я запрошую вас переглянути их еще раз. И залишать свои комментарии. А среди самых цікавих, смешных, розумных комментариев, мы будем разигрывать сертификаты на 1000 грн. каждый. И вы сможете завітати у цей ресторан. Вы можете завітати сюда и без сертификатов. Але, мабуть, сертификатом буде приємніше. Тут чудові страви, відмінний сервіс і дуже приємна атмосфера. Тому слухайте радио-МБА, дивіться радио-МБА. І завітайте до ресторана Одесса. Я бы не говорил об ограничениях, которые накладывают регулирование. Это отдельный вопрос. Это скорее вопрос environment, в котором работает компания. С точки зрения формирования стратегии, ограничение немножко в другом заключается, что госкомпания частно отличается, банальный вывод, но она отличается акціонером. Так как у госкомпании акціонер – это все мы, каждый из граждан Украины, через, опять-таки, вот эту иерархию органов власти, то у госкомпании есть еще социальная составляющая и политическая составляющая. Поэтому, конечно же, при формировании хоть стратегии, хоть даже любых целей, необходимо, как ни крути, в той или иной степени учитывать эту политическую и социальную составляющую. И нельзя ориентироваться там сугубо, как бы не хотелось, к сожалению, по крайней мере мне. Нельзя ориентироваться сугубо на финансовые выгоды и бизнесовый подход. Поэтому, ну, если коротко отвечать, то просто надо взвешивать и стараться сбалансировать вот эту нагрузку, которая, ну, в любом случае будет, опять-таки, даже у частичной государственной компании, и бизнесовые результаты. Что из этого важнее, что не важнее, здесь, наверное, сугубо индивидуально. И абсолютно прагматично, алгоритмично подойти к этому вопросу вряд ли когда-нибудь получится. Это просто кейс-бай-кейс. Скажу, что, по моему личному мнению, все-таки надо стремиться к тому, чтобы бизнес-выгоды не перевешивали. Потому что все равно я буду, наверное, банален в своем утверждении, но часто звучит, что государство неэффективный управленец. Поэтому конечная цель для госкомпаний – это все-таки стать не госкомпаниями или, там, сохранить какой-то процент владения государственного, там, плюс золотая акция, ну, в общем, в каком-то виде. То есть стремиться все-таки конкурировать на рынке и достойно конкурировать с коммерческими частными компаниями. Поэтому, собственно, и цели надо себе ставить соответствующие. А цели, с другой стороны, просто цели социальные и политические, ну, их не надо просто ставить и говорить, что вот мы хотим, чтобы компания, я имею в виду со стороны государства, говорить, мы хотим, чтобы вы выполняли еще такую-то, такую-то там роль социальную нагрузку или политическую. Слушай, наука и газовое добывание – это компания, которая контролирует большое количество добычи, недр, национальных недр. И до 2015 года, я делаю допущение, но я в нем практически убежден, эта компания использовалась как какая-то дойная корова с определенным списком бенефициаров. Да. То есть я не знаю, кто там может быть, там условные Злочевские, еще какие-то приятные люди, которые просто себе на частной компании забирали какие-то лицензии по добыче газа. И вот ты приходишь после BCG, говоришь, я вам сейчас скажу, как должно быть правильно. И ты это говоришь там даже не миллионерам. Да, очевидно. Да, ты говоришь там людям из первой десятки Форбса. Я допускаю, было какое-то давление. Как это выглядело? Ты можешь об этом рассказать? Ну, надо справедливо заметить, что основное давление, основной удар, естественно, на себя принимает первый человек в компании, то есть SEO. И вот ни одному SEO госкомпании первому, да, первому новому, скажем так, реформаторскому или трансформатору SEO я не позавидовал бы, потому что, ну, естественно, давление было. Я думаю о каких-то там случаях или подробностях лучше, наверное, спрашивать все-таки их, потому что то, что как-то очевидно и понятно, то, что я там знаю, наверное, даже какой-то себе некорректно будет рассказывать. Но отвечая как раз на вопрос, конечно же, это издавление, конечно же, это там была закрытая кормушка, в том числе из-за вот этой социально-политической нагрузки, которая говорила, что нет, там, компания, не надо ее мерить там с частными, не надо играть по тем же правилам, надо создавать свои особые правила, которые, ну, и дальше уже идет такая многоходовка, длительная игра, которая говорит, что, ну, вроде бы как, это же будет более выгодно для государства, но на самом деле из-за вот этих особых правил, их же всегда можно повернуть в свою сторону, чем, собственно, и пользовались, и пользовались, и, наверное, там пользуются во многих еще государственных компаниях. И никто, конечно, не хочет от этой кормушки уходить, потому что, как я уже сказал, компания в основном уже монополисты, объем у них большой, чего-либо активов, доходов или в некоторых счастливых случаях даже прибыли. У нас один только человек приезжал с охраной на эфир, это в 2016 году был Юрий Витренко. Да, то есть он тоже вел себе какую-то спокойную, комфортную жизнь в инвестбанках вместе с Андреем Коболевым, и тут, как бы, здравствуйте, корпоративизация на автогаза, и они обзавелись охранами, автоматчиками, периодически получали угрозы. Коболевы, если я не ошибаюсь, машину сожгли. Нет, ну, послушайте, во-первых, Витренко, как бы, он не всю жизнь в инвестбанке работал, у него с на автогазом длинная история, да, он там, как бы, приходил-уходил неоднократно. Во-вторых, ну, да, если мы говорим о на автогазе как таком хэдкоттер, да, и его первом и втором человеке, то там намного больше давления было, чем на укргаздобычу в целом, и, ну, естественно, там, на лично меня в частности. Поэтому, как я уже говорю, это все агрегируется, наверное, на уровне все-таки первых людей. Даже не знаю, что здесь еще такого добавить. Интересные рассказы, наверное, есть, я их могу рассказать там чуть попозже, когда выключим микрофон, но я все-таки не стал. Скажи тогда, помимо такого институционального давления, скажем, каких-то старых институтов, какой-то старой школы, старых получателей выгоды. Какие еще есть сложности на пути трансформации частных, на пути трансформации государственных компаний? Ну, ты начал говорить, большая разница в человеческой культуре. Да, я бы, наверное, разделил сложности на такие внешние и внутренние, да, то есть с точки зрения внешних. Мы уже частично затронули, это, собственно, среда, в которой работает госкомпания, то есть акционеры, его цели далеко не всегда стрейтфорвард и такие прагматично-бизнесовые. Это всегда практически давление со стороны частных компаний, тех же там околоолигархических структур, которые, ну, собственно, во многих случаях и живут за счет государственной компании и не особо хотят, чтобы уклады менялись. И законодательный, ну, в целом правовое поле, в котором работает государственная компания, потому что тоже зачастую есть специальные там законы, которые где-то обязывающие к чему-то особо, как тоже там PSO, нафтогазы, где-то дающие преференции. То есть не работают государственные компании все равно по общему праву и так же свободно, как частные. Это с точки зрения внешних факторов. Ну, и внутренних, наверное, их еще даже больше. Здесь можно выделить люди, и я имею в виду кадры. Ну, давайте там, это будет менее, наверное, как-то... Обидно. Да, да, кадры. Не только те, которые есть, большая же проблема еще найти новые кадры. Потому что вот этот шлейф госкомпании, потому что зарплаты, ну, и потому что ничего не понятно, что делать. А грузинов мало, и на всех их не хватает. Да. Вторая внутренняя особенность, отличие и, может быть, сложность, это, конечно же, устаревшие техники и технологии, ну, просто из-за недофинансирования или нежелания их обновлять. Ты имеешь в виду материальная база, которой пользуется компания? Ну, я имею в виду как непосредственно там оборудование, агрегаты и так далее, так и IT-инфраструктура, системы, то есть все, что касается обеспечения процессов. Дальше это понятная недофинансированность, то есть практически полное отсутствие. Зачастую в первый год прихода вот нового CEO-трансформатора, это зачастую практически полное отсутствие денег на счетах. То есть, ну, на самом деле, это вот прям две истории похожие. Мне кажется, не секрет, а потом можно открыто говорить, что и в случае с УГВ, и в случае с УГР-почтой, там момент прихода, там на счетах были чуть ли не, ну, минусов не может быть, но вот такое около нулевое состояние. И четвертое – это процессы не с точки зрения технического обеспечения, а самих процессов, которые не выстроены, очень мало бизнесовых функций, в очень малом количестве, ну, опять-таки, я не проводил какую-то аналитику и не задавался такой цели по всем госкомпаниям, но очень редко ввиду своей специфики деятельности госкомпании, как уже сказали, они были направлены на выполнение социальных, политических целей, там редко присутствуют бизнесовые функции, как та же стратегия, проектное управление, инвестиции. А как они тогда работают? То есть работают себе и работают, и все? Да, в том-то и дело, ну, как-то катится эта машина по инерции. И такое естественное отмирание потихоньку происходит, ну, и оно действительно происходит, если ничего не менять, потому что, ну, будет как-то маржинально работать эта большая махина, эта большая система, и ездить на тех же, там, машинах, я имею в виду, там, не машинах личных, да, машинах, которые обеспечивают деятельность там рабочих, 20-30-летних, ну, когда-то же не сломается, когда-то все остановится. И в целом-то Украина, она независимо от получения не так давно, и вот можно сказать, что у госкомпании этот период, это как раз есть, там, пока они еще выживают. Но еще лет через 10 не факт, что если какая-то госкомпания, или мое личное мнение, опять-таки, если она не начнет трансформироваться и меняться, она просто не умрет естественным образом. Потому что проиграет конкуренция на рынке, или просто потому что сама среда себя съест по чуть-чуть? Сама среда. Ну, я бы сказал, даже не сама среда, а сама компания. Ну, если они будут сталкиваться постоянно с ситуацией, или кто-то постоянно будет сталкиваться, такие примеры тоже есть, кто-то начнет сталкиваться, когда не будет чем платить зарплату людям, или действительно не будет основных средств, на которых идет основное производство, ну, тогда, как бы, что компания стоит заделать, она, наверное, будет сокращать свой объем и в итоге сократит их до абсолютного минимума. Таких примеров, естественно, отмирания такого Поптеса еще не было в истории, но было бы, кстати, вот интересно посмотреть, вернее, как, наверное, и были, но на более мелких компаниях. Да, давай поговорим о такой мелкой компании, как Южмаш. Это не мелкая компания. С которой ты тоже имел, мне кажется, большой интерес и в чем-то даже гордостью работать с Южмашем. Это было явно одно из главных предприятий, не побоюсь сказать, в мире 20 века. Компания, которая создавала, по сути, там, часть советского космоса. И сегодня... Мирового, я бы сказал. Мирового, да. Потому что космос-то, в принципе, был американский и советский. Да. И сегодня эта компания в довольно плачевном финансовом состоянии. Насколько я знаю, зарплаты как раз сотрудникам Южмаша не платят давно. Ну вот здесь как раз благодаря депутатам, которые опекаются космической отраслью, уже приняты поправки к бюджету, согласно которым как раз-таки зарплаты и должны будут погасить. То есть, вот постоянно сегодня эта проблема, наверное, на какое-то время снята. Ну, опять-таки, она снята, наверное, временно, потому что если компания не изменит свое направление существования и деятельности, то долги снова возникнут. Ну, просто сам факт, что мы говорим о том, что Южмаш, компания, которая требует дофинансирования из бюджета, он довольно странный. Потому что еще недавно эта компания была один из ведущих в мире производителей ракет. и сегодня этот рынок благополучно проигран. В том числе это мы все мы постоянно читаем новости и радуемся успехам Илона Маска и SpaceX, но мы почему-то даже не способны принять, что в Украине была компания, которая была технологически, организационно, просто на несколько порядков выше, чем SpaceX, и конкурировала там не более не менее с NASA. И сегодня она вынуждена просить деньги из бюджета для того, чтобы специалисты, а я допускаю специалисты там все еще высокого уровня, они не могут зарабатывать на рынке. Ну, это космическая отрасль, она очень специфична сама по себе. Я не думаю, я знаю, что и многим частным компаниям прям очень нелегко выживать в ней. А государственным компаниям с таким большим уследием тем более. Ну, если говорить о... Я, в принципе, не планировал каких-то конкретных компаний говорить, это будет некорректно, наверное, да, то есть... Давай просто в целом об украинской космической отрасли, там не Южмашем Единым, есть ряд других компаний. Ну, вот украинская космическая отрасль – это хороший пример, хороший пример плохой ситуации. То есть ситуации, когда было очень массовое производство, то есть был действительно там большой заказ, было большое потребление продукции, которые производят предприятия. И, ну, космическая отрасль, как я уже сказал, она специфична. Нет такого пока что еще. Я искренне верю, что космический рынок будет очень сильно развиваться, но пока что еще нет такого полноценного рынка, где есть большое количество покупателей, ну, собственно, которых можно легко переключиться. Поэтому компания, особенно, которая занимается ракетостроением, это там не спутниковые данные, это даже не сами спутники, на которые, опять-таки, есть все-таки больше спроса. Это прям компании, которые, в принципе, занимаются ракетостроением, в мире их очень мало, их там до двух десятков. Ну, я имею в виду не стартапов, которые хотят заниматься, а которые вот прям могут что-то выпустить. И это я даже говорю не цельную ракету собрать, даже из компонентов, произведенных другими, а хотя бы даже основные компоненты. Вот их меньше двух десятков в мире. Соответственно, иметь такую компанию для страны – это, ну, огромный, огромный приятный бонус, но и очень сложно в том числе и конкурировать, и успешно работать. Поэтому, ну, возвращаясь к тому, что я говорю, это специфичный рынок, на котором, в принципе, тяжело выживать, особенно тяжело выживать, когда ты обременен большими активами, ну, я имею в виду физическими, основными средствами, которые были заточены на много большие объемы. Здесь действительно нужна прям очень сильная оптимизация как штата, так и этих активов для того, чтобы сократить расходы. Так, перефразируя, Южмаш может быть эффективен только, если он занимает большую долю мирового рынка. Да, да. И Южмаш, и КБ Южный, то есть все эти компании, они не могут работать на малых оборотах. Ну, КБ Южный, оно, как это по-русски, более asset light. То есть у него прям такой проблемы, как у Южмаш, нет. Все-таки у них есть тоже производственные мощности, и они их даже развивают. Но изначально это конструкторское бюро, которое больше занималось, ну, которого даже вот основных средств. Основных средств, да, основных средств. Ну, сейчас, кстати, там их даже, по-моему, побольше, потому что они все-таки покупают новые, развивают. Но Южмашу тяжелее в этом плане, я бы так сказал. И действительно надо оптимизировать свое производство, то есть как бы те активы, которые не задействованы, те люди, которые не задействованы. И, к сожалению, это прям такая непопулярная вещь, которая, кстати, очень часто встречается, если мы говорим про коскомпанию, вот эта оптимизация штата. То есть никто же не хочет это делать. Это всегда больно, неприятно, особенно с людьми, которые работают там 40 лет. Это прям всегда очень большая трагедия. Но как бы реалии таковы, что либо, так сказать, спонсировать существование там сотрудников за счет того же бюджета. Это сейчас не про Южмаш, говорю, я так говорю в целом. Ну, либо же работать и стремиться работать, чтобы повышать какие-то там показатели доходности на человека и использование активов и так далее. Но при этом же специалисты Южмаша, я верю, что они уникальны. Потому что мало компаний тебе могут предложить такой ряд задач, как Южмаш. Конечно. И мне вот интересно, почему их не переманивают разные SpaceX или NASA? Их переманивают частные компании. Частные компании активно переманивают специалистов с Южмаша? Ну, активно, неактивно, это очень субъективная оценка, но да, переманивают частные компании с Южмаш, с КБЮ. Тогда я спокоен. Всегда обидно это слышать, но, с другой стороны, это логично. Потому что я не знаю, сколько стоит подготовить специалистов космической инженерии. Во-первых, где это делать, а во-вторых, где ему дать практику. Наверняка очень... Я не учился на, как ты сказал, космического инженера, но наверняка подозреваю, да, что очень немало. Действительно, их переманивают. Здесь, наверное, есть какое-то... Это я сейчас даже немножко фантазирую. Естественное ограничение, которое играет на руку того, что еще не всех переманили. Космическая индустрия зачастую плотно связана с оборонкой, поэтому перевести человека в другую страну, это не так просто, как забрать баристу из кофейни, который теперь будет работать в Америке. Поэтому вот это ограничение... То есть они все под подпиской о невыезде? Нет, но я не думаю, что прям так. Я не знаю. В России я уверен, что именно так. Да, мы куда более демократичная страна, но я думаю, в России, если ты работаешь на какую-то космическую компанию, ну, забудь об отпуске в Турции. Ну, я говорил немножко, наверное, на другой. Если посмотреть просто вакансии Blue Origin или SpaceX, под многими написано, что требуется гражданство США. Ты имеешь в виду, что даже для доступа... Это security clearance. То есть для доступа на государственные заказы ты должен... Наверняка так. Да, пройти всю проверку по безопасности. А ты проходил все эти спецпроверки? Нет, нет, я же к счастью, к счастью, как бы, бог миловал. Да. Ну, в смысле, это не то, что мне... Потому что есть что-то скрывать, а потому что я думаю, что это как, знаешь, в военкомате, в принципе, всегда неприятно. Вот. И заканчивая... Ну, или не заканчивая, продолжая тему предприятий космической отрасли, в условиях, когда действительно надо за что-то существовать, и это тяжело, потому что заказы, они вот могут приходить там, условно, из пяти или шести источников. Это просто по пальцам можно перечесть. Это не то, что ты выходишь на рынок и есть какие-то... Типа, ребят, есть ракета. Есть ракета, кому надо, запускаем. Да. И вот если заказов нет, то они, скорее всего, там просто завтра не появятся. Это действительно большая там бизнес-девелоп-работа. Кстати, вот бизнес-девелоп-монт, наверное, еще одна функция, наверное, точно, которой в госкомпаниях как бы и нет. Ну, то есть, наверное, она есть на уровне, там, Иван Иванович с Пётром Петровичем попили кофе в сауне и договорились о чем-то. Но я говорю про более коммерческий бизнес-девелоп-монт, про более конкурентный. Поэтому надо эти мощности загружать, убеждения, непрофильные. Загружать каким-то дополнительным производством. Сейчас, в принципе, в Южмаши это и делается, как если ты следишь, что ты видел, что был подписан меморандум с корейцами, Скарис, о потенциальном производстве троллейбусов. И это прям абсолютно правильный шаг. Очень глупо, наверное, говорить, что что-то есть постыдное, что космическое предприятие производит, не знаю, там, кастрюли, ложки или так далее. Ну, если кастрюли, ложки, наверное, это не сильно интересный. Но троллейбус это продукт с высокой добавочной стоимостью, поэтому почему его не производить? Тем более, я, насколько помню, «Укркосмос» был тесно интегрирован вместе с «Укртроллейбус» была организация. Давай так, есть компания просто «Укркосмос», так она и называлась «Укркосмос», да? То есть у нее она занимается конкретными вещами. Это компания, которая должна была спутник лыбить, запускать, ну, в принципе, еще по-прежнему должна. А есть все другие компании. И есть космическое агентство, оно не «Укркосмос». Не-не, я имею в виду, я про структуры, там, скажем, нулевых годов. Да, то есть тогда научно-технические разработки и космические, и вот, собственно, троллейбусы, там, трамвай, они тесно пересекались. Потому что у нас, как ты знаешь, все-таки у нас, ну, поправь меня, если не так, но у нас вся наша технологическая разработка, она корнями глубоко уходит в военку и в космос. Поэтому если у нас что-то появляется, какая-то технология, то она обычно там двойная, как минимум. Поэтому мне кажется, что если мы будем делать ковейцам троллейбусы... Да, мне кажется, даже если я насчет ложек пошутил, такого, конечно, насколько я знаю, не было никогда, но я бы на это смотрел через просто призму оппортунизма и говорил бы о том, что если твои активы могут быть утилизированы на больший процент, то почему бы и нет? То есть если ты можешь сказать, нет, я буду производить только ракеты, буду простаивать 350 дней в году, или сказать, я буду производить ракеты и ложки, и при этом работать каждый день, то почему нет? Ну, я здесь тебя всячески поддерживаю. Ну, это относится не только к космическому отрасли, а в принципе к компаниям, и абсолютно, мне кажется, нормально, когда дополнительные источники дохода, они находятся, если, конечно, это коррелирует, если не противоречит, вернее, какой-то общей стратегии компании, не спрашивает management attention, и как бы не деструктивно, а увеличивает shareholder value. Давай переключимся на твое нынешнее место работы, многими нелюбимую компанию. Я не понимаю, почему она многими нелюбимая. Которая существенно улучшила свое лицо за последние годы, по крайней мере, внешне. За последние два месяца особенно, как я пришел. Укрпочта. Слушай, опыт любого человека с Укрпочтой – это всегда до недавнего времени была русская рулетка. Ты не знаешь, получишь ты или не получишь свой заказ. А если и получишь, то с задержкой где-то на несколько месяцев. Просто ты отправляешь письмо, и пускай оно куда-то идет. Поэтому просто оцени, как сильно стартанул малый и средний бизнес с появлением новой почты. То есть Новая Почта предложила малому-среднему бизнесу доставку по всей Украине. То, что должна была делать Укрпочта, и она это делать просто не могла. Ты, конечно же, мог отправлять все эти бандерольки Укрпочтой, но ты не мог дать такого четкого контроля доставки, как Новая Почта. И они, в общем-то, молодцы, справились. Но я просто наблюдаю в соцсетях или в каких-то там личных отзывах. Люди уже недовольны и Новой Почтой. Новой Почтой? Да, уже Новой Почтой. Или Новая Укрпочта? Нет-нет, Новой Почтой. То есть уже Новая Почта, люди уже недовольны сервисом. Отлично. Уже все плохо, уже все не то. При этом, мне кажется, что Новая Почта, она работает, но ничуть не хуже, чем DHL, с которым у меня был там ряд недопониманий. Отвратительнейшая компания DHL. Не пользуйтесь, пожалуйста. Пользуйтесь Новой Почтой и Укрпочтой. Можно про Новую все-таки вырезать. Ну, я недавно получал посылку Укрпочтой, и я увидел нормальный трекинг. Да, то есть вы все-таки поставили, что вы там, САП поставили или еще что-то? Ну, еще как бы ставим, да, но в целом улучшаемся. Да. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит в Укрпочте? Как я уже сказал, я пришел даже чуть меньше двух месяцев назад, поэтому не уверен, что какую-то полную картину смогу дать или какую-то детальную картину. Но в целом большие, есть ряд больших проектов, ну, они, в принципе, известны из тех же новостей. Это, наверное, из тех, которые прям вот идут-идут, да, там запущенные уже однозначно дороги назад нет и будет только лучше. Это обновление логистической сети, то есть всех сортировочных центров, которые есть, чтобы как раз-таки и уменьшить время доставки, чтобы посылки не терялись где-то там возле вокзала. Стоит большой сортировочный центр, чтобы они там не лежали годами, а все-таки приходили на следующий день. Под это как раз и был получен кредит, о котором недавно писал Игорь Смелянский. И этот проект, он стартует уже сейчас. Второй – это оптимизация сети сельских отделений, то есть Укрпочты. Сейчас почти 11 тысяч отделений, причем 6700 из них находятся в населенных пунктах до 2000 человек. Причем это может быть населенный пункт, где 200 человек, а может быть, ну, где там 1999. И это там прям не очень красивые здания в не очень хорошем состоянии, в некоторых случаях такие очень близкие к сараю. Для того, чтобы... Здесь сложная история, на самом деле. Для того, чтобы, с одной стороны, улучшить качество обслуживания в этих сельских населенных пунктах, а с другой стороны, и в связи с повышением, обязательным повышением зарплаты, то есть минималка повышается, оптимизировать затраты на персонал, который обслуживает, и иметь возможность взять или оставить персонал, который есть, повысить им зарплату, или взять новый, который хочет этим заниматься и будет неквалифицированно заниматься, запускается сеть передвижных отделений, то есть вместо стационарного у тебя уже будет... Сколько, получается, трудник почты в регионах? Ну, по-разному. Там особенность... Мужчина, женщина, я понимаю, женщинам недоплачивают. Конечно. Особенность-то в том, что много сотрудников работает на минималку, но еще много сотрудников, особенно в малых таких, сверхмалых населенных пунктах, они же работают неполный рабочий день, поэтому у них 0,2 ставки, 0,3, 0,5. Соответственно, ну, как бы, человек работает пару часов, может быть, даже в неделю, ну, да, и получает там 2000 гривен. То есть это прям ни бенчмарк, ни для чего, и, ну, как бы, тяжело-тяжело рассуждать там, о том, много ли это или мало, учитывая, опять-таки, загрузку и конъюнктуру этих мест, где работают. Вот. Это, в общем, второй проект. И третий большой проект – это открытие почтового банка, ну, по сути, банка, на получение банковской лицензии, открытие банка на основе Укрпочты. А чем будет загружен этот банк? Выдача пенсий? Нет, ну, выдача пенсий загружена сейчас Укрпочта. То есть, конечно же, они перекочуют, и пенсии уже будут выдаваться в идеале на карточке, которые банк этот будет выпускать. Помимо этого, кредиты, депозиты. Я так понимаю, уже проведено какое-то рыночное исследование, есть оценки эффективности этого банка потенциального? Буквально перед выездом с главой финансового бизнеса Укрпочты как раз-таки обсуждали модель этого банка. Ну, я имею в виду, модель, не модель, как он должен быть, а, как сказать, ну, короче, финансово-экономическую модель. Поэтому, да, эти исследования проведены, да, его стоит и нужно открывать, и, да, это будет выгодно и прибыльно. Говоря о корпоративизации Укрпочты, есть ли в планах, или, в принципе, я не хочу звучать сильно размыто, допускается ли вхождение какого-либо крупного международного оператора в долю по Укрпочте? Условно говоря, Амазон берет и покупает 50% Укрпочты. Это возможно? Вопрос, возможно ли это, скорее, к акционеру, опять-таки, уважаемому, то есть к правительству. Технически это возможно. Бизнесово это тоже, ну, с точки зрения бизнес-логики, это тоже возможно, и, возможно, даже не будет необходимо. Сейчас, собственно, почему я, наверное, и пришел, это Укрпочта обновляет свою стратегию, которая была и есть еще до 2021 года, до 2021 года. Вот сейчас уже, и она была составлена в 2017. Исходя из обновленной ситуации, обновленной конъюнктуры рынка и внутренних прогнозов, посмотрим, возможно, это и будет одним из сценариев развития и необходимым сценарием. А в целом, да, Алибаба или Амазон, почему бы и нет? Ну, наоборот, даже отлично. Если международный оператор, гигантский международный оператор, получает долю в каком-то системном украинском бизнесе, мне кажется, что это ли не интеграция в международную экономику? Да, но я, в принципе, не понимаю, почему такой вопрос может быть каким-то, не знаю, там, спорным или особым. Ну, как бы это же нормально, что у компании есть не один акционер, а несколько. Ну, он спорный, я просто предвкушаю критику с другой стороны. Спорный он будет в первую очередь, потому что западные компании будут ставить свои стандарты работы. А это плохо? Это тяжело. Это тяжело, тем более для такой компании, как Укрпочтов, которые, напомни мне, там, сколько человек работает, я не знаю, там... 63 тысячи. Да, то есть прям настолько точно ты знаешь. Вот 63 тысячи человек, и тут приходит какой-нибудь условный Джефф Безос и говорит, ребят, вы теперь работаете вот так вот. И все, и пошли массовые самоубийства на предприятиях. Я даже не знаю, что здесь ответить, а всегда на стыке, ну, как мы уже сегодня обсуждали, на стыке политики и здравого смысла. Как бы подразумевается, что здравого смысла в политике нет. Ну, конечно, я негативно очень отношусь к политике, и к очень многим политикам. Есть нормальные ребята, и, думаю, некоторых мы даже вместе знаем и знакомы. Но в целом это... Ладно, не буду говорить такого... После чего меня возненавидят? У меня есть любимый политик, я его очень люблю цитировать, это Толеран. Помнишь, министр странных дел Франции? У него была гениальная цитата, я ее постоянно повторяю. Никогда, ни при каких обстоятельствах не становитесь бедным. Интересная фраза для политика, которая, в принципе, зарабатывает меньше, чем в частном секторе. Ну, Толеран был очень богатый человек, как раз-таки на политике заработал. Мне кажется, что это максимально честно. Зарабатывает на политике? Нет, говорить об этом. Да, зарабатывает. Ну, мы можем много говорить о Толеране, это один из моих любимых персонажей, потому что, хотя он у всех ассоциируется с каким-то предательством и лицемерием, при этом это человек, который всегда поддерживал Францию. И Франция при всей войне с Великобританией, войне с Австрией, войне внутренней о революциях, страна выстояла, и не в последнюю очередь благодаря Толерану, который петлял между всеми, немножко зарабатывал, но при этом государственность сохранял. Ну, как говорится, большой бизнес работает с клиентами, а очень большой бизнес работает с бюджетом. Поэтому при всем патриотизме того же Лафонтена, Лафаэта, извини, Лафаэта, он часто ставил государственность под угрозу всеми своими принципами. Но не будем об этом. Слушай, у нас заканчивается время, у нас оно очень быстро прилетело, тебя очень хочется много о чем расспрашивать, потому что ты такой ценный кадр, просто в всех самых интересных предприятиях ты уже успел побывать, и все о них знаешь. Зачем жить дальше? Да, зачем? Но скажи, пожалуйста, какие планы развития Укрпочты? Помимо того, что мы продаемся Амазону. Ну, я не говорю, что мы продаемся Амазону, я говорю, что это одна из опций. Слушай, как уже сказал, планы развития, прям какие-то конкретные, оцифрованные, как раз-таки сейчас их формируем. В целом, как уже сказал, это повышать качество, сохранять лидерские позиции там, где они есть, а они есть на самом деле, в доставке почты международной, Укрпочта до сих пор лидер. Делать клиентов счастливее. Доставлять счастье. Да. Пенсии, счастье. Пенсии, счастье и радость. Дорогие друзья, у нас в гостях был Антон Токарев, директор по стратегии Укрпочты и представитель ряда других государственных компаний. Антон, спасибо тебе большое. Спасибо. Вы слушали радио «Аристократы», радио «МБА» и до встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова